Субтитры делал DimaTorzok Сегодня нам надо поговорить о доступных автомобилях, о новых, о которых мне часто просят И опять очередной китаец у нас на тест-драйве Сегодня у нас Чинган Идо на тест-драйве 539 старт у этого автомобиля Наш автомобиль стоит почти 680 тысяч И на самом деле, что я могу сказать Сегодня, конечно, мы протестируем этот автомобиль Там КамАЗ сзади меня, да? Сегодня мы протестируем этот автомобиль Поездим на нем, как в городе, так и за городом По трассе, хотел сказать по бездорожью, но не стоит Я расскажу про расход топлива, про салон, про интенсивность обдува Мы, может быть, даже погоняемся со Шкодой Октави 1.4 турбо Мало ли, может быть, что-то может быть Вот, и, естественно, что можно сказать? Ну вот по цене, по цене примерно автомобиль стоит 539 тысяч Это будет 1.6 на механике На, значит, салон у нас будет велюровый Ну как велюровый, ну тряпочный салон Двигатели у всех одинаковые 1.6, 113 лошадиных сил В принципе, и там будет электропакет полный Ну такой, стартовые стеклоподъемники, зеркала и все остальное Вот, и кондиционер Наш автомобиль у нас на автомате Четырехступенчатый Айзен у нас Японская разработка, да? Такой же, кстати, автомат стоял На двухлитровой Камре Ну, до того, как она вышла То есть там тоже такой же стоял автомат Вот Люк в крыше, есть все Значит, теоретически По размерам этот автомобиль схож с предыдущим аккордом 9-го поколения Колесная база примерно у него чуть-чуть поменьше, чем у нового Volkswagen Passat Поэтому теоретически по классу То есть, если мы посмотрим по колесной базе Он что-то в среднем между C и D Ну, даже можно назвать его D Потому что пишут D-класс Поэтому внешне нельзя его назвать уродом Смотрится неплохо Потому что китайцы, наверное, вряд ли будут развивать школу своего дизайна Автомобильных вот этих вот красивых линий Они просто заказывают, например, дизайн у итальянцев И они им делают Вот Поэтому внешне неплохой автомобиль Видно, что у него высокий клиренс 160 мм И, кстати, надо отметить, что у нас Так как не нашлась зимняя резина нужного размера Они у нас немножечко потолще Поэтому клиренс сейчас еще больше Вот А внешне не урод Неплохо смотрится Красивый Ну как, некрасивый Ну просто не урод И мне кажется, этого достаточно Так смотрится достаточно симметрично Без каких-либо каких-то там Геометрических огрехов И дизайнерских каких-то неправильных решений Вот Ну что Давайте посмотрим Техническую часть этого автомобиля Итак, значит, извиняюсь за капюшон Но уже нереально задувает Значит, по технике Я уже вам неоднократно говорил о том, что здесь стоит Четырехцилиндровый мотор Блюкор Шнациклапановый С изменяемыми фазами газораспределения Сто тринадцать лошадей Четыре цилиндра Это их собственная разработка И, естественно, агрегатируется он Четырехступенчатым автоматом Как я уже говорил С двухлитровой предыдущей Camry И пятиступенчатая механика Спереди у нас Подвеска MacPherson Сзади стоит полузависимая На торсионах Ну, полузависимая на торсионах Вот А так, в принципе Таких технических новшеств нет Кстати, очень интересно, что Автомобиль По местному китайскому рейтингу У них свой есть Набрал пять звезд По европейскому Пока, по-моему, тестов На безопасность не было Так, ну, давайте быстрее уже пойдем в салон Так, по салону Ну, обратите внимание У нас Кожа, ну, как бы кожаная обивка сидений Но это, на самом деле, дерматин Электро... Ой, механические регулировки Полные И самое интересное, что Руль регулируется только по углу наклона То есть По вылету он не регулируется Так, конечно же, место есть Люк, все Давайте теперь ближе посмотрим Четыре стеклоподъемника Блокировка Замков Блокировка стеклоподъемников Регулятор У нас здесь Зеркал задних Наверное, видно, да? Так Соплы вентиляции Понятно, тут элементарно Ну, вот в целом Как бы смотрится неплохо По салону автомобиль Тоже как-то вот к дизайну придраться не к чему Естественно, дешевый пластик Везде Но вроде как пока не скрипит нигде То есть Кожаная Кожаная вставки Со строчкой Вот Поэтому Очень похоже, кстати, на Chevrolet Cruze Комбинация приборов Или я с чем-то путаю Ну, что-то вот в этом роде Видно, да, что в центре у нас Вот кнопочка Trip Здесь у нас расход Пробег Это остаточный пробег, я так думаю Вот И режимы Автомата Вот тахометр Уровень топлива в баке И температура двигателя Так В центре у нас Ну, естественно, манитола Здесь вот Аварийка Направление Обдува Так, а если А, оно понятно То есть Вот это так вот Регулировка температуры Интенсивность обдува Подогрев Стекол Отключение ESP Здесь у нас Прикуриватель У нас сфальтовая розетка И все Вот автомат Понятно, да По RND И есть возможность Ручного режима Плюс Минус Плюс, естественно, повышает Минус у нас понижает Так, далее, значит Пепельница Бокс Все Я так думаю Что у нас тут еще И бардачок Так, сажусь сам за собой И хотелось бы отметить Что места сзади, конечно Могло быть побольше Потому что Мороз метр девяносто два То есть Хотелось бы, конечно Места побольше Но над головой Место есть Подлокотник То есть Винты Ну бывает Дальше, значит Все В принципе Что тут еще можно сказать Я бы добавил Обдув для задних пассажиров И все А так Ручки И стеклоподъемники Все Давайте посмотрим А, кстати Здесь есть Лючок Для перевозки Длинных Сидений Складываются, да? Задние? Нет? Для перевозки Длинных грузов Открываем багажник Опять же Сейчас Если нас не заметет Так Вот здесь ручка Объем багажника 510 литров Это очень много Минус, естественно То, что не складывается Заднее сидение И полноразмерная Запаска Все Багажник особо Ничем не примечает Ну 510 литров Это как у Рено Логан Это очень хорошо И закрывать Ручки нет Поэтому просто хлопаем Так, ну что Давайте садимся за руль Итак Садимся в автомобиль Положение D Наконец-то у нас пошел снег Значит, скоро у нас Начнутся внедорожные покатушки Но не на этом автомобиле Итак Ну что можно сказать Пока в D едем Камеру нам приходится выбирать Между спидометром и тахометром Поэтому я-то все-таки GoPro поставил на тахометр Чтобы было видно Работу автомата Скорость я вам буду говорить Но в городе она не будет превышать 60 км в час Ее видно отсюда А, отсюда скоро видно, да? Ну вот, тем более Так, аккуратненько Напоминаю, что профиль у нас Резина немного больше, чем должен быть стандартный Вот, поэтому Сейчас я предсказываю хорошую плавность хода даже Ну так сидеть В принципе, пока ничего не отваливается Все нормально торчит Все не скрипит Пока машина едет Очень мягко Так, давайте включим Фары Ксенона вообще нет, да? В комплектации Так, ну что Пока сидим, значит, по салону Большие зеркала боковые Люк Нам Дополняет максимального объема визуального Держаться удобно И хочу отметить, что Шумоизоляция, кстати, неплохая То есть на холостых Обычно, когда в Китае Схейдишь На холостых Даже Тысячи Две тысячи оборотов Мотор слышно здесь На холостых-то его Тем более не слышно Даже если не будем ехать Две, две с половиной тысячи Мне кажется, его не будет слышно Так А это что мы выключили? А, это радио, да? Да, у нас? Угу А тут кроме радио Что-то можно еще вывести? Эээ, нет Максимальная комплектация Там где-то уже не ввести Камеры заднего вида Естественно, тоже пока нет Так Едем дальше Так Расход я обнулил Поэтому Потом он покажет нам Примерно сведение Температуру еще Угу Угу Ну, мотор сам по себе Не шумный, кстати Мне кажется, шумоизоляция Здесь лучше, чем на кроссовере Вот этот Чанган Чанган, в принципе Да, получше здесь Но Слышно резину Даже на 60 То есть у нас Появляется звук шипов Но Обратите внимание Сейчас у нас достаточно Сильный боковой ветер И машину не раздувает Что уже хорошо Если так будет На скорости 100 км в час При таком ветре Буковых каких-то Не будет завихрений Это будет просто Победа над пространством Ну Естественно Места больше Чем в любом другом Конкурент Потому что Позиционируется Как конкурент Это корейскому С-классу Ну, дешевому, да С-классу Это фокусы Крузы А что там у нас В Сарата Церата Вот Ну Места действительно Больше И над головой И в ширину Потому что машина Сама по себе Больше И самое главное Конечно Преимущество У нее Дорожная Колесная база Больше Чем у этих Автомобилей Вот Как я уже говорил По размеру Примерно Это Accord 9 Примерно Вот А колесная база Здесь Ну Примерно Как у Ну Пассата Ну Прошлифовывать Даже Чуть Даешь Как бы Газа Она Очень Сильно Шлифует Даже Шипы Не спасает А по паспорту Десятку Шипы Немножечко Вот Видно Здесь Расход Семь с половиной Литров Пока Пока Потом Мы его Проверим Дальше Ну Вообще Для города Конечно Хочется Седан побольше Потому что Стоять в пробках Хочется Как бы Занимать Больше Пространства В автомобиле И Дорожный Просвет Тоже Вот Хочется Как-то Придраться К этому Автомобилю Но Помимо Того Что Дешевый Пластик Действительно Дешевый Он И На ощупь И взгляд Даже Визуально Пока Вот Придраться Нескому Единственный Автомат Четырехступенчатый Понятно Что Двигатель Будет Крутиться Достаточно Задумчиво Для города Так Немножко Температура Бает А где Нет Нет Интенсивность Обдува А Вот К сожалению Нельзя Немножко Послушать В этом Автомобиле Вот Поэтому Наверное Пока Мы Сейчас Едем В Таком Режиме Неинтересном Давайте Сразу Перенесемся На Трассу Итак У нас Прям Метет Ну как Метет Бывает В России Також По Крути Метет Но В Этом Мамбинте Кстати Ни разу Вот Мы Тормозим Ни разу Нас Не Включилась Система АБС В Дело Пробуем Немножечку Ускориться На Этих Покрысках Она Мягкая Очень Мягкая Поэтому Кто Хочет Мягкости То Ставьте Резину Повыше Профилем И Никакой Конструктивный Недочет Подвески Вам не будет Об этом Напоминать На Хорошей На Толстой Резине Да Может быть Мы потеряем В четкости Рулевого управления Но Как говорится На таких Неспорткарах Это не особо Имеет значение Рулится И ладно И мы чувствуем Еще бы хотел Заметить Что К 90 Я уже начинаю Напрягать Голос Вот 90 Сейчас 90 Но Обдув У нас Стекла Обдуваются Все правильно То есть При таком Сильном На улице Там Сейчас Не знаю Сколько Минус 10 Примерно Сильный Ничего Не запотевает Все Обдув Работает Идеально Итак Вот у нас А я так думаю Это четвертая Передача Стокия Там Сейчас А вот Четвертая Передача Правильно Ну Машина Приемлемо Держит Прямую Лучше Чем ТАС Не могу Скать Что Лучше Чем Основные Конкуренты Неплохо Неплохо Честно То есть Хорошо Очень Едет Не прыгает Не рыскает По такой Дороге Обычно Бывает Машины Которые Все Похожи Так Въезжаем В поворот Естественно Без Каких Либо Резких Движений Так Системы Стабилизации Здесь у нас Нет Да Ну Кроме АБС Кроме АБС АБС Конечно И взятости Стабилизации Ну Так Нейтральность Идет В повороте Легкий Снос Перед Га Под Газ Газ Спускаем И Вон Машина Прямляется Ну Пробуем Ускориться Подожди Ай Это Антикруппосочная Система Это Антикруппосочная Система Так Ну Опасно Конечно Четвертая Передача Очень длинная И чувствуется Стретий Переход На четвертую Машину Приседает Так Динамики Ну Прямую Держит Очень Хорошо Реально Хорошо Режим У нас Не переключает На пониженную А не Вот Пониженную Третью Дайте Попробуем На вторую Ну Так Замедлением Работает Автомат Не шустрый Здесь Конечно Хотя Чего Ждать И через Четырехступенчатого Автомата У нас Проходит Тестдрайв Октавии Даже Ну Что я могу Сказать За 500 тысяч Ну 600 Конечно За 500 Ну Неплохо Греет Все Вроде Работает Ветер Не задувает Сейчас У меня 120 Боковых Ветров Обычно Боковые Ветра Мы не чувствуем Ну Конечно Динамику Наверное Сейчас Испытывать Вообще Смысл Нет У нас Есть Система ESP Которая Контролирует Октавия Октавия И сейчас Нас обходят Октавия Давай 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 Жми 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 Только Обогнал 1.8 Скорее всего Допустай У меня 1.6 112 Лошадей Вы Чего А у нас Говорит Спрашивает У нас 140 Ну Вот Разница Есть Ну Давай Еще Раз Давай 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 Ну Все Уходят Без Вариант Вот Так Эта Здравия Вы Веселый Проходчив Оксана Хуна Снег Все Равно Пофигу Октавия Валят Валят Ну Че Сказать Ну Без Вариантов Конечно А у нас Говорит Спрашивает 140 Нет Я говорю У нас 112 А у нас Менеджер Саш Непонятно В общем Все С автомобилем Давайте Подведем Краткие Выводы Выходить Вообще Не хочет Зато Заметет Диснея Ну Во-первых Первое преимущество Этого автомобиля Это цена Потому что Стоит Он Сколько Он там 500 500 539 Это будет В принципе У нас будет Кондиционер У нас будет Печка У нас будет Стеклоподъемники Электропакет Ну вот такой Основной Мне кажется Ну не знаю То есть А что за эти деньги Можно купить Вообще Можно С-класс Какой-нибудь Корейский Купить Круз Нет 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 С 640 Они начинаются 1.6 И то Не найдешь Да Поэтому За эти деньги Ну что Печка Греет Машины Едет Расход Ну вот С нашими Покатушками Вот сейчас Мы вот Ускорялись Если вам Видно Гоупро 9.8 Литров А вот это Сколько стоит 600 Сколько там 669 Ну 669 На автомате Да Тут будет Кондиционер Здесь Да Вот поэтому Как-то Раскритиковать Что он опасно Рулится Он не прогревается Нельзя Вы сейчас Все видели Ну да Естественно Дешевый пластик Но Рулится Он адекватно Реально адекватно Машин Адекватный Автомобиль Я не знаю Что с надежностью К сожалению Не могли мы Сейчас проверить Тормоза в пол Чтобы действительно Понять Как она тормозит Но по крайней мере По зимной дороге Она едет уверенно Ну как-то что-то плохого Внешность у нее Я уже говорил Мне нравится Ну как нравится Не уроты И ладно Вот Поэтому Если мне сейчас бы Предложили Например Приору Значит Хотя нет Приора Наверное на роботе Будет Ну под 500 Тоже стоит Не знаю Вот если бы она 500 Ровно стоила В общем Ну Пока вот Каких-то вот Недостатков Каких-то вот Прям Катастрофических Я не нашел Вроде машина нормальная Честно То есть Ну естественно Некоторые косички Я говорю Уже по салону Но так Неплохо В общем Спасибо вам большое За внимание Ставьте лайки И до встречи Так Спасибо за субтитры